2023 год! О-май-гад! Новый гоций! Офнов в 2023 году ждет новый этап жизни по всем фронтам. Близнецы, вы готовы? Во второй половине года Юпитер увеличит ваши доходы. Откроется звезда счастья, печать, денег. Что я такая, чтобы сопротивляться звездам? Первая половина года весы, если вы одинокие, очень большое количество возможных вариантов для знакомства у вас будет. Хочу, чтобы у всех рыб сложился классный год. А, еще львы, значит, в августе 2023 года, они делаете себе классические операции. Всем привет, вы на канале Будь Гоций. Сегодня у нас завершающая серия уходящего года. И по традиции нет ничего более постоянного, чем болеющая я и астрологические прогнозы Анны Карпеевой на моем канале. Вообще, в принципе, все виды предсказаний, мне кажется, сейчас люди нуждаются в этом. Наверное, есть какая-то потребность для того, чтобы немного успокоиться и получить позитивные новости. Я просто вспоминаю наш прошлый год, когда мы писали астрологический прогноз на 2022 год. Ну, Анна прям пришла, это как, говорит, будет война. Я говорю, так, стоп, не на этом канале, потому что... Мы смеялись с Мартиной, потому что... Ну, во-первых, у меня канал позитивных новостей, да? Как вы помните, он был каналом позитивных новостей. 60 килограмм. Дети меня убьют, потому что эти маркеры не смываются, и теперь они будут смотреть на свою таблицу. И учиться есть. И учиться есть. 60 килограмм. Спорт может опустошать, это тоже факт. Но какая-то активность должна быть. Ты вот это вот мне, слышишь, я тебя оправдала, я тебе думала, ты же не думаешь, что ты вообще с шампанским. Слушайте, у меня действительно все не так плохо. Моя дорогая. Так, что тут собаки не хватает? Дети же. Блин, а нужно было позвать этого парня, моего фаната. Блин. Блин, капец. Много честь. Мы много смеялись, много шутили, радовались жизни, ходили на шопинг, делали примерки, кайфовали от жизни. Мне не хотелось быть вестником этих новостей, поэтому мы этот кадр вырезали. Ну и сами, честно говоря, не очень поверили. Серьезно. Теперь я не знаю, наверное, вот в этот раз давайте все войдет в монтаж. Анна получала очень много интересных предложений, но пришла именно на мой канал. Знаете почему? Потому что она любит мою аудиторию. Я вас тоже очень люблю. И будет очень приятно, если вы поставите лайк Ане, поддержите ее желание быть именно с нами, с вами. Мы находимся в разных странах, на разных континентах, поэтому у нас будет видеосвязь. Анна сделает запись экрана, мы это все красиво смонтируем. Вы посмотрите. И наше любимое спасибо, Наталья, что не на телефон, поэтому никаких восьмерок сегодня не ждите. Никаких там серьезных трюков, пожалуйста. Ну и все, подключаемся к Ане. 2023 год, о май гад, на быть гоцей. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Наталья. Ну что, начнем? С кого начнем? Давай пустя раком. Да ну, они начнут потом это. Это уже проверено. С кого не начни, все обижаются потом. Надо начинать. Так я рак, с меня надо начинать. Никто не обижается. Мой канал чем-то что-то и делал. Как всегда гороскоп начинается? С января? Овна. Овен первый знак зодиака, поэтому с него и начнем, да? С него начнем, потому что если обижается Овен, это уже до конца жизни, честно. Да, они такие очень, ну хоть они не мстительные, но отписку сделают. Отписка? Да, и негативный комментарий, все. У меня просто сейчас такая, и такой инструмент есть, влияние на негативные комментарии, как блокировка. Никогда этим не занималась, а теперь с таким удовольствием. Я буду говорить с таким позитивным подходом для каждого, потому что… О боже, если Анна будет говорить с позитивным подходом… Ребята, пожалуйста, давайте лайк и выпьем по бокалу шампанского. Овна в 2023 году ждет новый этап жизни по всем фронтам, обновления. И причем им будет сопутствовать успех. Планета Юпитер, она хоть и быстро пробежит по знаку Овна, но все-таки в 2023 году первые полгода. Овны – это ваше время. Это когда у вас появляются новые возможности. У вас получается, в общем, новые возможности для бизнеса, для работы, потому что видно и увеличение денег, и приход денег во второй половине 2023 года. Также следующий год – это год отношений, браков, взаимосвязей, партнерства для знака Овна. Поэтому для Овна только позитивщик. Если говорить про негативщик для Овна, то я его в принципе не вижу, потому что и планета Сатурн, которая обычно вызывает какие-то ограничения и сложности, будет находиться для вас, ей закроют рот. Она не сможет вам помешать. Поэтому я бы на месте Овна использовала следующий год. Если вы хотите начать новый бизнес, начать новые отношения, вообще начать новую жизнь, даже не сомневайтесь, все планеты выстроились в ряд. И если мы говорим по поводу бизнеса и работы, допустим, кем бы вы хотели работать – это онлайн. Перестраивайтесь на онлайн, перестраивайтесь на новые возможности в сфере заработка с новыми технологиями, и это должно быть онлайн. И вы будете независимы. Все звезды сошлись. Просто еще и Юпитер, то есть очень много показателей, как говорят некоторые астрологи, печать счастья. Поэтому если у вас асцендент Овен или вы по солнцу Овен, следующий год ваш. Все такие, почему я не Овен? Кстати, про знак асцендента нужно обязательно тоже, это я уже выучила с прошлого раза за год, сдаю домашку. Нужно знать свой знак и знак асцендента, и мне очень легко. Я рак в раке, это мне Мартина наполнила. Спасибо. И я прошу прощения, вы кто по знаку зодиака? У нас всегда, мы всегда стараемся в студии узнать у всех, чтобы... Дева. Дева, окей. Вы родились в... Дева, это сентябрь? Да. Я сам в сентябре сентябрь. Окей, хорошо. Дева, да, для дев очень интересный будет прогноз, поэтому дождитесь. Я сама дева. Поэтому, Кирилл, не уходите никуда, не стопайте камеру, дождитесь ваш прогноз. Ну, значит, знак тельца. Тельцы уже ощутили очень много перемен в своей жизни. Это фиксирует. Вообще, знак телец потерпает и в этом году, и в 22-м году, и в 23-м году у них будут происходить, продолжаться перемены. Сложный знак для жизни в 22-м и в 23-м году. Им очень тяжело принять изменения в своей жизни, им очень тяжело перестроиться, им очень тяжело что-то менять, потому что они фиксированы, они привыкли, и несмотря на то, что некоторые все-таки приняли условия и начинают адаптироваться, у них все равно это сопровождается стрессом и эмоциональным таким напряжением, очень серьезным. Поэтому, значит, тельцы в следующем году немножечко станет попроще, чем было в 22-м году. В следующий год, тельцы, вы будете узнавать себя заново и будете увлекаться психологией, новыми методами, медицины, начнете заниматься собой. То есть это такой уход в себя. Знаете, очень круто, если вы используете следующий год в пользу именно для себя, будете думать о себе, о том, как в себя взрастить, о том, как для себя сделать что-то полезное, потому что здесь может быть и диета, и вы можете отлично заниматься фитнесом начать. И, в общем, все то, что связано о собственном развитии, саморазвитии, это вот следующий год будет вот таким. Кстати, первые полгода вы как будто бы в ретрит, вы отправляетесь в ретрит самим собой. Сто процентов будете посещать либо психолога, либо увлечетесь с эзотерикой, либо вы будете искать ответы на свои вопросы, кто я, где я, куда мне идти. Полезно для вас куда-то уехать для того, чтобы отвлечься. То есть важно первые полгода посвятить вот себе. Уже вторая половина года, она будет очень интересная. Вы вылазите из своего затища и можете применять все вот эти знания. У многих, кстати, начнется какое-то обучение. Они могут начать чем-то интересоваться. Вкладывайте в себя. Прекрасно. Я чаще всего, когда слушаю какие-то прогнозы, не какие-то, а когда прогнозы, я все равно ассоциирую с теми людьми, кого я, например, уже знаю. У меня брат телец. Я брата своего не представляю. Может, он будет консультировать как психолог уже просто. Но я телец, я его лично не представляю в психологии. Мне кажется, он настолько сам по себе. Но они такие степенные, они такие медленно решающие. И всегда, мне кажется, принимающие правильные решения, что, мне кажется, тельцы меньше всего обращаются в психотерапию. Я с вами согласна, потому что они упертые, и они как бы в этом плане самостоятельные. Но вот этот год, он сложный был для них. Хорошо. Кто у нас дальше? Близнецы. Близнецы. Вы готовы? Я думаю, да, потому что в следующем году это год карьеры. Если они хорошо подтвердились, то в следующем году они снимают плюшки. Они получают результат своих усилий. То есть если вы все эти годы, обычно вот эти последние три года, скорее всего, у близнецов были какие-то шатания определенные, у них было много перемен, возможно, не меняли работу, или не могли определиться, кто я, где я, то вот как раз 23-й год – это год, когда вы будете стабильно идти по своей карьерной лестнице, плюс еще вы получите какие-то, если вы работаете в структуре повышения, да, там, допустим, если вы были просто менеджером, стали директором. Если вы работаете на себя, у вас собственный бизнес, то, скорее всего, вы построили так команду там, где вы уже можете, да, не то чтобы не работать, но вы уверены в том, что это стабильно, в том, что это будет приносить такой стабильный доход без каких-то резких рывков. В то же время у вас сформируется новый групп друзей, новые возможности, и тоже такой позитивный момент, как счастливый случай, как выигрыш в лотерею, знаете, вам повезет. Я бы близнецам посоветовала, если будет, знаете, вот вы думаете, я, наверное, где-то сэкономлю, или я боюсь, или это я не достойно там, или вот все-таки, наверное, кому-кому, а мне не везет. Вот вам повезет. Я как раз-таки купила бы лотерейный билет, в общем, в вашем случае. Будут затмения, и планета, которая отвечает за расширение, она будет идти по дому удачи. Также это для близнецов дом, который связан с ютубом, популярностью, популяризацией вас. Если вы планируете стать большим блогером или ютубером, или вы ждали, когда же, наконец, вы наберете очень много подписчиков в своей деятельности, даже если вы занимаетесь чем вообще, чем угодно, но для вас важны продажи через интернет, вкладывайтесь в рекламу. Видите, близнецы, не бойтесь, набирайте подписчиков, становитесь этим блогером, и у вас все получится класс. Следующая я? Рак? Нет? Да, следующая. Да, да. Блин, я вот действительно не пересмотрела, собиралась, но она, как обычно, забыла. Нет, в прошлом году было по поводу заграницы, что у Раки очень много заграницы у них будет. Да, надо же. Мне кажется, да, я за 2022 год была в Киеве, ну, наверное, в общей сложности, типа, полтора месяца, наверное. Что ждет у нас Рака? Раки, в следующем году затмения перебираются у вас в дом карьеры, реализации и вашего бизнеса. Могут быть новые предложения по работе, по бизнесу, расширение своего влияния, расширение своих возможностей, влияние на других людей. И также там идет херон, это означает, ну, херон – это планета, которая связывает с альтернативным источником вашей работы. У вас может появиться несколько направлений в вашем бизнесе, в работе, новые предложения по работе, расширение своей работы. Вот, также, в то же время, Сатурн – планета, которая отвечает за ваших партнеров, она идет по дому девятому. Означает, что партнерство можете встретить за границей, либо романтические связи за границей, либо с людьми, которые, в общем-то, иностранцы. Также Сатурн закрепляет ваше положение там. Раки, если вы планируете, наверное, остаться там, я не знаю, то есть, вот, Наталья, вы сказали, а там Сатурн говорит, что не скоро-то вы и вернетесь. Очень он там, ну, как минимум два года будет ходить. Кто я такая, чтобы сопротивляться звездам? Через полтора года, кстати, Наталья, у вас будет переезд, и этот переезд будет надолго. Каждый раз, когда я слушала прогнозы Анны, и она говорила, Наталья, через год, я такая, боже, когда еще этот год будет? Это еще дожить надо. А сейчас, когда вы говорите, через полтора года, я такая, типа, пойду-ка я присоберу вещички. Потом очень интересный момент, хотела сказать, для раков. В августе 2023 года у вас будет какое-то прикольное предложение относительно вашей работы и относительно денег. Возможно, это повторное, перезапуск чего-то. Вот так вот. Прикольно. Я вот реально так и чувствую. Хорошо, следующее у нас львы. Ну, смотрите, для львов тоже был сложный период их жизни, стрессовый, достаточно. Для львов украинцев. Да, ну, да. И в следующем году планета, которая вас мучила, она уже от вас вас покидает и уходит, как бы, гулять в другие моменты. Сейчас вам объясню, в какие. Очень много у львов на следующий год. Вот, во-первых, видно тоже за границу новые возможности для обучения, получения образования. Видно расширение связи, обучение иностранному языку. В 2023 году затмения расширяют ваш дом инвестиций и денег. Я не знаю, то ли наследство, то ли вы куда-то вложитесь, деньги партнера, как будто бы вы, некоторые львы, возможно, захотят взять кредит или построить дом. Вот вы захотите после того, как, после такого стресса, возможно, вы лишились чего-то. И сейчас вы хотите вложиться куда-то, либо построить заново свой дом, заново, как бы, создать свою жизнь. И это такие достаточно материальные вещи. И видны сделки с финансами. Одну подсказку просто дам. Любой, будьте осторожны с кредитами, потому что это все равно такая история в наше время. Впереди не очень, я не могу сказать, что мы все там будем без финансового кризиса. Он еще у нас впереди, достаточно серьезный. Поэтому, если вы собираетесь что-то делать, посоветуюсь своим партнерам. Также здесь в бизнесе для львов важно находить для себя бизнес-партнера. И в бизнес-партнерстве развиваться. Вот так вот. То есть не вы одни, а совместно с кем-то. А, еще львы, значит, в августе 23-го года, они делаете себе пластические операции. Переделать будете, не понравится. Класс. И если вы хотите, ну, опять-таки, это на будущее, конечно, говорю, вряд ли вы запомните, но вдруг вы будете смотреть в августе 23-го года этот прогноз. Вообще для всех дорогостоящие вещи в августе, все то, что связано с вложением в свою внешность, не только для львов, а для всех, не надо этого делать, потому что вы будете переделывать, и вам не понравится. Хорошо, есть гугл-календарь, и вы можете вот так вот все свои дела по цветам записывать. И давайте сейчас все перейдем на... Я уже забыла, на август 2020... ...23-го года. На август 2023-го года. Вот здесь вот так вот весь август пропишем сейчас, что не делать ничего со своей внешностью. Не делать сиськи. Не делать сиськи. Девы, в следующем году в вашу жизнь врываются... Здравствуйте. В вашу жизнь врываются ограничения, взятие на себя ответственности, проблемы в взаимоотношениях, в общем, торможения какой-то вашей сферы деятельности. Также обратите внимание на зубы. Могут полететь. Будете лечить зубы, будете заниматься своим здоровьем. Очень сложный период, который начнется в следующем году и закончится аж в 2025-м. Это с одной стороны. Но с другой стороны, девы, если вы серьезно отнесетесь к следующему году, то вы можете за следующие два года, до третий, до четвертый год, для себя получить выгоду из вашей карьеры, если вы хорошо работали последние 15 лет. Ваши дела могут рушиться. То есть, ну, а главное, подготовиться к этому периоду очень хорошо, потому что и не беситься, и не думать о том, что все разрушено. И вы можете, кстати, уйти в какое-то отдаление от социума, как будто бы уйти в себя. Я не знаю. Ограничение каких-то контактов тоже у вас может быть. Карпеева, я бы уже выключила, честно. Будь я девой. Ну, как можно всем дать такой хороший гороскоп? Нет, потому что каждый знак зодиака два раза в год страдает. Я помню, были раки на самом деле, вот когда в 19-м году это был у раков какой-то кризис, короче. И они его очень жестко переживали. И все говорили, ну, когда же это все пройдет? Почему только у нас? Да, но 19-й год вы не писали на моем канале, поэтому, значит, не было. Давайте вот честно. Предупрежден, на самом деле, значит, вооружен. Подождите, сейчас же я не только разнос деп. Давайте что-то хорошее. Ну, а зато другие знаки зодиака скажут, наконец-то, это не у нас, а у этих деп, потому что девки тебя не любят, потому что они постоянно умничают, и вообще... И еще у дев, кстати, очень болезненный желудок, питание, следите за своим питанием, короче. Вы похудеете, однозначно, девы, вы похудеете, я вам просто вангую. Из хорошего и замечательного, Юпитер быстренько пробежится по вашему дому бабла, денег и финансового. То есть деньги будут, да, что означает, что работать вы будете интенсивно, вообще, постоянно, весь в течение всего года, при этом вы будете получать результаты от собственных стараний, это хорошо. Также увеличивается возможность попадать в какие-то экстремальные ситуации, поэтому будьте осторожны. Во второй половине года Юпитер увеличит ваши доходы, откроется звезда счастья, печать, деньги сможете зарабатывать за границей, увеличиваются возможности для связей с иностранцами и эта тенденция сохранится иностранная до конца года. Поэтому все очень даже неплохо. Мне кажется, вообще просто устраивает, да, Кирилл? Все, у Кирилла уже сошлось, вы не переживайте, уже сошлось. Не 23-й год, но уже все супер. Еще, еще хотела сказать, во второй половине года важно, если вы обращаете внимание на свои финансы, но финансы у вас пойдут, если вы будете взаимодействовать совместно в партнерстве с кем-то. Отлично. Анна, кто у нас дальше? Весы. Весы у нас в следующем году будут потерпать от затмений, но немножко другого характера, нежели овных. У весов будет это связано с тем, что ваш этап жизни какой-то определенный будет завершаться. Завершение отношений, завершение цикла вашей работы, завершение... Вот вы знаете, вам вдруг резко захочется что-то закрыть в своей жизни. Более активно вы будете понимать, о чем речь, и от чего отказаться во второй половине года. Но подумайте, что в вашей жизни, какая сфера требует зачистки. Там, где мы как будто бы будем избавляться от чего-то в своей жизни. Там могут быть и отношения, это может быть и переезд, это может быть все, что угодно. Смотрите как бы у себя, от чего, что будет завершаться. Также для весов следующий год важен с точки зрения отношений. Это отношения, я вкупу с вниманием на них. Кстати, первая половина года весы, если вы одиноки, очень большое количество возможных вариантов для знакомства у вас будет. Сатурн будет ходить у вас, перейдет по шестому дому. Это весы дорогие, здоровье. Обратите внимание, сделайте чекап организмов, в общем-то, уделите внимание своему здоровью. Также, может быть, что на вас навалится какая-то груз ответственности. Тоже как бы весы из хорошего. Если вы хотите похудеть, пожалуйста, у вас здесь видно, что вы тоже можете либо сесть на диету, почистить свой организм и все остальное. По поводу денег. Деньги странно приходят, не постоянно, а рывками. То есть, то есть, то нету, то есть, то нету. И если мы хотим увеличить свои доходы, увеличиваем их за счет партнерской, партнерской деятельности, совместной, вместе с кем-то. Вот так. Скорпионы. 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 Это знак, который тоже на протяжении последних двух лет в своей жизни прошел очень мало трансформаций и перемен. В том числе... Очень мало или очень много? Много-много. Много перемен и в личной жизни, и в работе, и в месте жительства. В общем, у них полностью поменялось и до сих пор, наверное, еще и есть. Они присутствуют в таком потоке больших глобальных перемен. Могут быть вопросы по взаимоотношениям. Тоже много разводов, кстати, у скорпионов было в прошлом году. Возможно, в следующем году эта тенденция сохранится. В следующем году, смотрите, очень интересно. Если вы скорпион, который все-таки расстался с кем-то, в следующий год вторая половина вы кого-то найдете. Скорпионы. Очень достаточно быстро, кстати. Новые взаимоотношения, новые возможности через партнерство. Также в вашей жизни может появиться человек, покровитель или любовник, который будет для вас поддержкой и любимым человеком. Также есть вероятность беременности взятия на себя ответственности за ребенка, появление детской энергии в вашей жизни. Так, дальше у нас идут просто и стрельцы. Поехали, стрельцы. У стрельцов тоже был не очень хороший такой период, длительное время, скорее всего, и по здоровью, и по работе, и по сложности. В следующем году есть вероятность того, что ваше хобби станет вашим способом заработка, новые возможности для работы, новая работа, новые виды заработка. Также в следующем году у вас возможны какие-то переезды и пополнение в семье. Есть вероятность забеременеть, если вы стрелец, который мечтает о детях, потому что планеты, которые управляют вами, будут прям первая половина года находиться в доме детей, в доме, ну, а если у стрелец мужчина, то это дом любовниц и любви. Для вас тоже хороший прогноз, если вы ждете. А во второй половине года у вас увеличивается работа, работа и работа. Я знаю, что долгое время у стрелецов были сложности с этим. Вторая половина года, 23-го, она дает возможность вам зарабатывать деньги. И в то же время у стрелецов то, что касается дома, то, что касается их недвижимости, я советую не приобретать недвижимость в следующем году. Кто у нас еще есть там сегодня? Козероги, козероги у нас. Для козерогов прогноз на следующий год будет достаточно серьезным, потому что они будут принимать решения относительно своего места жительства. И, скорее всего, под конец 23-го года у них появится собственное жилье, либо новые возможности, либо тоже пополнение в семействе, увеличение родственных связей и вообще создание семьи. Это очень хороший прогноз для козерогов, которого давным-давно они не слышали, кстати, очень много лет, потому что у них постоянно были какие-то сложности, перемены в работе, какие-то разводы у них были. И, кстати, одни из немногих, которые в следующем году определятся со своим местом жительства, потому что многие выехали и думают, когда же, где, очень многих людей видно переезды. А вот у козерогов видно, что в следующем году, если вы в ситуации, когда вы убегали от войны и не знаете, где вы будете находиться, то в следующий год вы обретете дом надолго. То есть ограничения в поездках как раз-таки, наконец-то, многие скажут, вау, перестанут переезжать. Вторая половина года, деньги, читать деньги идут к вам легко, без проблем. Я не вижу сложностей. То есть вы уже прошли этот этап, это тоже как, не то чтобы возможности, но с другой стороны, у вас видно какое-то завершение этапа в карьере. Вы завершите что-то, связанное с собственным либо бизнесом, либо со своей работой, потому что, возможно, это будет связано как раз-таки с переездом на новое место. Боже, Корпей, вы, ну, позитивный человек. Я не знаю, что там на Тенерифе происходит, чем вас там кормят. Я только с вами могу говорить позитив, серьезно. Это все ваша энергия, Наташа. И вы такое сердечко его отправляет. Мне вообще не нравился YouTube вообще ваш смотреть. Я скучаю. Выходите. Класс! Мне очень приятно. Хорошо, дайте-ка я угадаю. Дальше будет, нет, еще не Мартина или уже Мартина? Рыба? Нет, водолеи, водолеи. Ладно, окей. Я просто помню, она мне сегодня напомнила этот момент, когда я типа, типа, а дальше рыба. Я такая, да, кто у меня рыба? Рыба вообще неинтересна. Ты что, рыба что ли? Давайте, водолеи. Для водолеев сложный год был, потому что все поменялось. Они такие, в общем, все водолеи любят компанию и любят как бы как друзья, привычный какой-то образ жизни, там, где они уже друзья. Они могли лишиться друзей либо привычной какой-то компании, либо вот взять на себя какую-то ответственность. Ограничение вообще, для них плохо. Они вообще очень общительные ребята должны быть. Поэтому водолеи в следующем году наконец-то планета, которая, возможно, заставляла вас уйти в себя, она отходит от вас. Следующий год это год заработка денег, формирование своей собственной структуры, поездок, перемещений в вашей жизни, изучение чего-то нового, поступление либо в новую школу, либо в университет, либо вы начинаете увлекаться чем-то новым. Также заработок через интернет, с помощью новых технологий в следующем году, но и также какие-то ограничения, что-то будете экономить на себе водолеи, где-то вы захотите ограничить себя для чего-то больше, возможно, будете собирать на что-то. В следующем году вы поставите для себя цель и будет, вот следующий год формирует ваши таланты и формирует ваши цели для того, чтобы вы в будущем что-то для себя такое огромное приобрели. При этом получаете какие-то новые знания. Во второй половине года вполне вероятно покупка недвижимости, вложение в недвижимость, возможно, из-за этого будете экономить, потому что нужно будет куда-то вложиться. И это будет благоприятно, кстати, не переживайте. И все для водолеев и рыбы теперь. Что там, хорошее что-то? Давайте что-то мартини хорошее, у нее был тяжелый год, реально. Хочу, чтобы у всех рыб сложился классный год. Смотрите, то, что касается рыб. В следующем году планета мудрости, зрелости будет проходить по знаку рыб на протяжении следующих двух с половиной лет. Что это означает? Формируется новый этап, связанный с бизнесом, связанный с тем, чтобы человек, осознав все прошлые ошибки, исправил их и двигался дальше. У человека будет возрастать такая потребность в признании своих талантов, способностей и усилий и достижений. И самое главное, что в таких транзитах обычно не происходит, не дается все легко. Человек может сталкиваться с какими-то сложностями, ограничениями, но самое важное не разочароваться и не унывать. Могут столкнуться с критикой своих действий. Кстати, это очень важный момент. Рыбы могут это воспринять, знаете, и уйти в себя. Вот нужно быть к этому готовым, что сложности, которые могут быть, они связаны именно с этим аспектом. Рыбы, я буду рядом, я научу вас, как не реагировать на критику. Я могу выпустить короткий курс, всего-то один урок. Смотрите, еще какой аспект будет, что рыбы будут ждать либо похвалы, либо вот они ждут, что, смотрите, вот я же сделала, да, давайте увидим это. Это не просто так, это мой какой-то личностный рост, а при этом могут наталкиваться на то, что другие люди могут либо не замечать этого роста, а рыбам будет очень важна похвала, очень важно будет, чтобы кто-то оценил, что они делают, чтобы вы знали, если у вас есть рыбы, говорите им о том, что все хорошо, я тебя поддержу. Мартина, ты крутая, я тебя поддержу в любом твоем начинании, знаю, как для тебя это важно, даже без вашего прогноза я знала, что для нее это важно. Еще, может вырасти количество обязанностей, и это окажется препятствием на пути к свободе, то есть водоворот вот этих событий, ты очень много всего делаешь, намного больше, чем ты делал прежние годы, потому что здесь буквально вот огромное количество обязанностей, но если вы в обмен на принятие этих обязанностей и выполните всю свою работу и будете устойчивы и на пути к своей цели, вы обретете высокое положение и власть, то есть вы сейчас закладываете для себя таким вот кирпичиками, знаете, строите то, что будет нерешимо, и потом невозможно будет вас пробить. Если вы хотели похудеть, кстати, рыбы похудеют, вот, но чтобы это не было из-за кризиса, а чтобы это было из-за того, что я просто занимаюсь своим здоровьем и питанием, опять-таки. Анна, а что там раки, когда худеем? Или продолжаем набирать? По ракам на самом деле тут вот эта планета, которая обычно отвечает за вот это похудение. Она ушла куда-то не туда, можно я верну? Там просто Юпитер, подождите, это вас увеличил Юпитер, он уже ушел оттуда, все нормально. Потом вам еще напишу, хорошо, Анечка? У меня есть по этому вопросу. Ну, на самом деле, я довольна своим весом, мне главное, что я не курю, вот это вот номер один. Прослушали астрологический прогноз для 12 знаков зодиака, и теперь у нас Анна расскажет нам про затмение планет, которые ждут нас в будущем году. В следующем году у нас будет всего 4 затмения, в принципе, стандартно, нет ничего необычного. Затмение, в следующем году солнечное будет 20 апреля. Запишите себе в этот гугл-календарь, что начиная за 2 недели до 20 апреля не принимать никаких важных решений, а особенно 20 апреля. Очень сложный год в том плане, что затмения, которые произойдут, люди будут хотеть пожениться. Жениться, когда мы хотим, весной и осенью, а весной и осенью будут затмения, что говорят о том, что в будущем эти браки могут быть не очень благополучными. Обратите внимание, просто женитесь не в эти даты, хорошо? Жените не в эти даты. Лунное затмение где-то с 10 апреля по 10 мая вот этот месяц не женитесь. И то же самое, только осенью с 14 октября будет солнечное затмение, 28 октября будет лунное. Значит, начиная с 5 октября, заканчивая 5 ноября, тоже не принимаем никаких решений и не женимся. Окей, хорошо, все легко. А все остальные вообще просто можем жениться, разводиться, жениться, разводиться. Я вас обнимаю, я благодарю, что вы пришли к нам на канал, ко мне, к Наталье Игоревле на канал. Спасибо. Мы это ценим, очень любим вас. Спасибо всех наступающим. 2020 год. Обязательно всех наступающим. Все, я вас обнимаю. Пока. Ну что же, я благодарю Анну Карпееву за то, что она связалась с нами со своего острова необитаемого и необитаемого. И спасибо вам, что вы посмотрели эту серию. Я искренне рада вас видеть, пробегусь по вашим комментариям, сломлю каждое, каждое, каждое сердечко. Обязательно ставьте лайк. В общем, отношение к астрологическим прогнозам может быть совершенно разное, но я считаю, что это классный способ, классный повод для того, чтобы мы с вами встретились. Я смогла пожелать вам удачи в следующем году. Пусть все ваши мечты сбудутся, пусть следующий год будет наполнен радостью, улыбками. Вот. Я вас очень люблю. Да, пожелание говорится сейчас в той... Я просто только вернулась с Киева и очень сложно... Очень сложно быть позитивно настроенной и желать и в это... Я хочу вложить в это не просто слова, а хочу вложить в это веру и энергию для того, чтобы так и было, так и сбылось. Вот. Но становится... Становится тяжело это все говорить. В общем, я вас обнимаю. С наступающим Новым годом! И посмотрим, как звезды станут. Возможно, мы будем видеться с вами чаще. С вами была ваша Наталья Гоцин. Целую! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова